Мы направили всю свою солнечную энергию на создание этого чудо-аппарата. А то, что этот транспорт безопасен, экологичен и технически оснащён, подтвердил сам Знайка. Воспитанники 30-го детского сада стали настоящими космическими путешественниками. Свой летательный аппарат ребята построили сами. Им удалось не только привести его в движение, но и при помощи эксклюзивных технических функций вернуть к жизни засыхающее дерево, помочь обесточенному роботу, поделившись с ним солнечной энергией, а также зарядить летающую тарелку. Увлекательное путешествие по созвездию «Эл» было вторым этапом состязаний в проекте школы Росатома «Космобол-5+.» И ребята с ним отлично справились. Мы с Незнайкой поехали на космический город, и там было очень круто. Мы ставили из деталей кнопочки там, а потом мы построили ракету. Помимо космических событий, ребята также достойно себя показали в «Космоболе». Это необычная спортивная игра, упрощенный аналог гандбола, специально адаптированный для дошкольников. Так бежать с мячом дольше пяти секунд нельзя, запрещенная игра ногами. Цель команды в игре – забросить как можно больше мячей в ворота соперника, а в случае потери мяча – защищать свои. В этой игре важны терпение, выдержка, упорство и характер. А характера нам не занимать. И мне, как нападающим, надо быть ловким, цепким и быстрым, как героем моего любимого мультфильма «Человек-паук». В начале июня ребята состязались с другими командами города в муниципальном этапе «Космобола». И несмотря на то, что в проекте они участвуют впервые, спортсменам удалось обойти своих соперников. Сейчас за их плечами уже две победы – в городском и в дистанционном этапах. «Космобол» – увлекательная спортивная игра, сразу полюбившаяся нашим воспитанникам. На протяжении двух месяцев ребята упорно тренировались в совершенстве навыки командной игры и параллельно познавали знания о космосе. Теперь наши дружные, спортивные, инициативные ребята упорно готовятся к решающей встрече с командами из других городов территории «Росатома». Канал «16» желает удачи юным спортсменам на финальном этапе состязаний. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.